Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Суть вопроса заключается в том, что автор, девушка, влюбилась в своего друга-мужчину, в которого также влюблена ее подруга. И, с одной стороны, автор считает, что не заслуживает того, чтобы быть таким мужчиной, с другой стороны, беспокоится за счастье из сердца своей подруги. Правда, подруга призналась в любви этому человеку, и он ей отказал, после чего их отношения стали напряженными. Автор считает, что также, признавшись в своих чувствах мужчине, также ухудшит с ним отношения, а терять она отношения не хочет с ним, и не хочет также терять отношения с подругой. Полагаю, что если она признается в любви к нашему человеку, то разобьет сердце и подруге тоже. А делать она этого не хочет. Вот. А такой, значит, у нас получается вопрос. Вот. И автор пишет, что навязчивые мысли у нее есть. Вот. О этом человеке. Вот. Мысли о нем. И, собственно, вот, хочет, как я понимаю, хочет, чтобы мы помогли ей избавиться от этих мыслей. Вот. Значит, что можно здесь сказать? Ну, во-первых, я думаю, вот, то, с чего имело бы смысл начать, это с того, а что это за мысли о человеке вообще у вас. То есть, ну, вот, вы говорите, да, что у вас есть, ну, мысли, да, и... А что это за мысли? То есть, ну, вот, вы о нем думаете, да, вы о нем, значит, все время размышляете, да, все время, вот, у вас... Про него какие-то есть, скажем так, размышления. Вот. Мой вопрос, он заключается в том, какого рода эти мысли? Что эти мысли из себя представляют вообще? То есть, в каком ключе вы думаете про... Ну, про мужчину. Вот. А, потому что... Если мы разберем... Ваши мысли, если мы сможем увидеть какие-то мысли... то будет, на мой взгляд, куда более... понятно, куда более понятнее... Что вам... Хочется? И... Какие это чувства? У вас? Ну, я имею в виду... К человеку, да? Ну, вот. Какие у вас к нему чувства? Сейчас, пока вы... Себя сдерживаете... Сейчас, пока вы себя... Ограничиваете... Сейчас, пока вы убегаете от... Этих мыслей... Своих... На мой взгляд... Вы не можете понять... Что они... Что они значат... Вы не можете понять... Чего вы хотите... И... Вы не можете понять, какого рода ваши... Влюблены... В... Этого человека... Первое, что нужно сделать, это... Именно... Разобраться с... С чувством к нему... Что это за чувства... Которые вы... Ну, что... Ощущаете к... Мужчинам... Вот... Да? То есть... Если это чувства... То... Какое это чувство... Если это... Эээ... Ну... Потребность... Например... Например... Потребность... Вот... То... Что это за потребность... Эээ... Вот... Какого рода... Эээ... 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 Потребность... Вот... Эээ... Чего хотите вы... Сами... В этой... Эээ... Эээ... Ситуации... Чего вы хотите сами... Для себя... Вот... И... Как... Эээ... Эээ... Здесь... Эээ... Эээ... Замешана... Ваша... Личность... То есть... Ну... Судя по... Тому, что вы описываете, да? Ээээ... Эээ... Ваше чувство к человеку довольно сильное, раз вы не можете не о чем думать, значит, если вы не можете не о чем думать, то, на мой взгляд, в этом заметена ваша потребностная сфера, вот, и на мой взгляд, вам необходимо ее увидеть, свою потребность в сферу, вот, вам необходимо заметить, что это за потребность, которую пытаетесь вы реализовать, вот, после чего уже можно будет, конечно, говорить о дальнейшей коррекции и, собственно, по-видимому, избавлению от, ну вот, от мыслей, который вы описываете, собственно говоря, в своем сообщении. Дальше. Мне показалось, исходя из того, что вы написали, мне показалось, что очень сильно вы себя обесцениваете в том смысле, что думаете обо все, кроме себя. То есть, ну вот, получается, как бы, что другой человек, да, ваш друг, ваша подруга, вам как будто бы важнее, чем вы сами. О чем это говорит? В первую очередь, в первую очередь, в первую очередь, это говорит о том, что вы не мыслите, не видите и, судя по всему, не представляете своей жизни без этих людей. Вот. То есть, вы, по сути, прямым текстом здесь говорите о том, что если в моей жизни их не будет, если в моей жизни этих людей не будет, то моя собственная жизнь ничего не стоит. По сути, пытаетесь вы сказать нам сейчас. Ну вот. Именно это вы пытаетесь сказать нам сейчас. И я не знаю, замечаете вы или нет, но эта история очень сильно про, как я и сказал, обесценивание себя. Очень сильно. То есть, то, что вы, по сути, боитесь потерять. Ну вот. Боитесь потерять друга, боитесь потерять подругу, да. При том, что нужно, наверное, признать, что ваши отношения уже не дружеские уже с подругой и другом. Вот. На мой взгляд, это нужно признать, что ваши отношения сейчас другие. и вот. Нужно признать, что ну вот что перестали вы быть друзьями с подругой и другом, когда влюбились в своего друга. вот. И то, что нет, ну вы, конечно, вы, конечно, конечно, вы могли бы быть друзьями, вот, если бы было немножечко больше доверия между вами. Поскольку вы к моему большому сожалению себе не доверяете, то, соответственно, вы не можете доверяться другому человеку. И выстраиваете отношения соответствующие, то есть это вот отношения, в которых есть ну вот какие-то такие вот деструктивные, рэкетные, как можно это назвать, эмоции и чувства. Вот. И соответственно, вот отношения уже обо мной стали такими может тактичными в этом смысле. Дальше. Что еще очень важно на мой взгляд очень важно, что вы считаете себя недостойным кого-то. этого человека. То есть, ну вот вы считаете себя недостойным этого человека. Вот. То есть, опять же, есть довольно серьезные, как будто бы проблемы у вас с самооценкой. Вот. Что, конечно же, требует корректировки. Вот. И требует ее поднять, поднять от самооценки. вот. Сейчас вы, к сожалению, вот, очень, очень плохого о себе мнения, на мой взгляд. По крайней мере. И пока вы о себе такого мнения, на мой взгляд, вам будет сложно выстраивать отношения с людьми в целом и с мужчинами мужчинами в частности. В на мой взгляд задача заключается в том, чтобы это все скорректировать. Мне показалось, что вы боитесь в той или иной степени. Осталась одна. в том, что вы боитесь, что вас бросат эти люди. И вы останетесь над ней с собой. Вам необходимо работать с вашими чувствами в смысле того, чтобы отделять то, что вы чувствуете по отношению к, например, себе, и то, что вы чувствуете по отношению к, например, к другому человеку. Потому что это не то же самое. это совсем не то же самое. То, что вы чувствуете к людям одно. То, что вы чувствуете сами другое. Вы это путаете сейчас, когда вы себя, например, ну, когда вы себя вините, допустим. когда, когда вы себя вините, вот, когда вы себя как-то виноватите, вот, я бы сказал, что очень это вот как раз похоже на, например, запрет. запрет на злость, допустим, к тем людям, которым вы, которыми вы, например, довольно сильно дорожите. Но дорожите вы кем-то, кем-то, на мой взгляд, не просто так. Как бы отбирая у себя ценность, да, и обесценивая себя, вы повышаете ценность другого человека. это, ну, на мой взгляд, естественная и, пожалуй, закономерная история. вот, потому что только так можно, можно, ну, идеализировать другого какого-то, что вы и делаете. Вот. Поэтому вот эти вот довольно, мощные такие обесценивающие тенденции, которые у вас присутствуют. Вот. Необходимо их перенаправлять во что-то более такое конструктивное, да, что-то более такое позитивное для вас. вот, чтобы вам не было так тяжело. кроме этого, кроме этого, я бы сказал, что вполне возможно, что что для вас есть ситуация с мужчиной является такой, как бы, амбивалентной возможностью как-то о себе заявить, да, то есть, амбивалентная, такая амбивалентная, получается, возможность чтобы доказать, ну, доказать, к примеру, ну, может быть, самой самой себе доказать, что вы чего-то стоите. Отсюда вам так сложно допустить, что вы можете этих людей потерять. Они вас как бы определяют. вот. Собственно, это довольно серьезная проблема. Вот. То, что кто-то кого-то определяет. Вы говорите, что вы получите отказ, и вы говорите, что вам, ну, было бы не больно его получить. Мне кажется, что вы в этом смысле пытаетесь быть сильнее, чем вы на самом деле есть. Вот. Опять же, я здесь могу ошибаться. Конечно, конечно же, я могу ошибаться здесь. на вот, но мне кажется, что вы пытаетесь быть сильнее, чем вы есть. Вот. И это вам, ну, играет с вами злую щутку, потому что вы находитесь в напряжении. Вот. Вы находитесь в напряжении, и вы находитесь, ну, вот, в таком, я бы сказал, довольно сильном напряжении, довольно сильном напряжении. что отнимает у вас тоже очень много сил. Вот. А, значит, совершенно очевидно, что есть определенные трудности у вас со контактированием с с со своей жизнью. Вот. В смысле того, что как будто бы ваша жизнь не особо вам интересна. Мне даже кажется, что она скучна. Вот. На это косвенно указывает то, как вы выражаетесь. То есть вы выражаете довольно интроверсивно, много думаете. А это возможно только если у человека жизнь вот такая, как я описал. То есть вся ваша жизнь протекает как бы в предоточении на этих людях. ну это вот проблема. То есть вам нужно немножечко рассредоточить ваши приоритеты. Вот. чтобы было полегче. Отсюда собственно и навязчивы мысли, потому что все завязано только на этих людях по сути. Вот. И конечно было бы странно если бы вы на этом так не зацикливались. на этом все пожалуй я надеюсь что вам это было интересно и полезно. Я желаю вам всего самого доброго удачи. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу это позволит вам начать над собой работу. И сформулируйте пожалуйста более конкретно на то в чем именно вы хотите помощи. Потому что вы вроде бы как говорите что ну что вы хотите помощь что вам нужна помощь какая помощь как вы хотите ее получить вы мне говорите. Вот. Всего вам самого доброго. Доброго.